Друзья, всем привет! Добро пожаловать на нашу кухню, на наш канал Добро! И сегодня у нас еще одно классное веган-блюдо, и у меня два юных помощника. С Мишей многие из вас уже знакомы, а теперь мы хотим познакомить вас с Амелией. Миша, кто Амелия? Расскажи. Амелия моя сестра, ей 7 лет. С половиной причем. С половиной, заметьте. Амелия уже немного поработала у нас на кухне, и тебе нравится на кухне Добро? А что ты уже научилась готовить, или какие блюда ты готовила сама? Я там сама ничего не готовлю, но я запомнила, как делать шоколад, но граммовку я не помню. Но я делала с мамой дома шоколад. Вот из всех ингредиентов, которые у нас здесь на столе, как ты думаешь, что мы сегодня будем готовить? Не имею понятия. Может, какую-то подсказку надо? А на какой форме? Круглые, вот такой круглый, и в нем есть квадратики. Бывают круглые, бывают квадратные. Вафли? Угадала. И сегодня мы с вами приготовим много горячих, хрустящих вафель. С клубничным джемом. Круто! А также добавим туда свежий клубнику и сладкий манго. Пшеничная мука, полента кукурузная, бананы, кокосовое молоко, кокосовый сироп, немного сода для разрыхления, кукурузный крахмал. Вода, лимонный сок, масло, кокосовый сахар и клубничка. Ребят, мы с вами за основу возьмем пшеничную белую муку, а также возьмем поленту. Полента это кукурузная мука, она на самом деле немного крупнее, мы ее измельчили. Она нам даст рыхлость и воздушность наших вафель, они должны быть такими воздушными, хрустящими, горячими. А также еще добавим туда сахарный сироп и крахмал. Что нам даст крахмал? Свойства хрустяжести. Хрустяжести. А джем мы сделаем давайте из замороженной клубники, у нас ее много, нам же надо много джема, правильно? Да. Вот, я пойду за клубникой, вы можете пока что-нибудь начать. Миш, ты уже знаешь, как делать. Хорошо. Хорошо? Амель, давай пока Коля ушел, мы ему сделаем сюрприз. Пока он польет с клубникой, мы уже сделаем все вафли. Давай. Для начала нам понадобится огромная миска. И размять банан. Подуй на мою руку. Еще сильнее, давай, сильно-сильно. Обломи от него кусочек. Теперь помали этот банан, так, чтобы он превратился в кашу. Осторожно, у нас стеклянная посуда. Это похоже с ней пюре какой-то. Бананчик сладкий. Теперь давай добавим молочко. Молочко. Заливай теперь водичку. Теперь добавь кокосовый сироп. С кашкой на стол. Да. И все хорошо. Немножко лимончиков. Все, хватает лимончиков. Размешивай до однородной массы. Вот так, как омлет. Добавим паленту и муку. Как красиво получилось. Кукурузный крахмал. Его так много, потому что у нас много замеса. Добавляй весь. Весь? Да. Потому что его много, у нас махли получилось просто мега грустяще. Теперь давай перемешаем все, что у нас здесь находится. Из-за того, что мы добавили паленту, у наших вафель будет такой желтоватый оттенок, который очень красивый. И добавляем масло. Добавь, ну, вот столько. Сколько, сколько? Я тебе скажу, когда становиться. Надо хорошо перемешать, потому что масло, оно легче, оно отслаивается от самого теста. Сегодня у нас немножко вафельница больше. Мы ее называем XL вафельница. XXL. Амель, закрой глаза. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Можешь открывать глаза. Такая большая. Давай выставляем в стороночку. Круто. Кому нужно зарядиться? Мы ее разогреваем до 150 градусов и ждем, пока она разогреется. Я сейчас открою вафельницу, а ты ее смазывай маслом, чтобы вафли не прилипли. Все, хватает, хватает масла, а то они будут слишком жирные. Добавим соду и лимон, чтобы наша вафля, она поднялась и была очень пышной и вкусной. Возьми соду из вот этой. Да. Возьми вот немножко соды. Нет, это много, это много. Столько? Вот такая вот реакция пошла теперь. Перемешивай все, перемешивай вот так, чтобы все размешалось хорошо. И выкидывай в замес. Теперь обязательно нужно все это перемешать. Я тебе это предоставлю, тебе это должность. Перемешивай. Можно. Наливай ровно в 4 квадратика. Коля обрадуется, что мы сделали вафли сами. 6 минут достаточно, при 150 градусах. И время у меня тикает. Тик-так, тик-так. Ах, как я люблю вафельки. Запах просто объедение. Когда чуть-чуть запах, уже знаешь, что они вкусные. Такие красивые. Сейчас. Амель, давай мы сейчас перевернем наши вафли, чтобы они прожарились еще хорошо с другой стороны. Давай. Опа. Эй, вы чего? Вот так. И еще поджарим их примерно, ну, вот, еще одну минутку. Все? Открываем. Вау. Как вкусно пахнет. И как вкусно выглядит. Естественно, я прямо сейчас их просил, потому что я с самого утра ничего не ел. Я тоже. И красивенько, и аккуратненько перенесем. И все. Надо просто... Чуть вот сюда туда. Так, пусть они остынут. Теперь давай моя очередь это делать. Надо надеть вот первую. Мне я разглажу. Нет, это мои вафли. Эй. Ты что, это мои вафли. Не двоие. Общие. Закрываем. Хорошо, что Коля еще не пришел, потому что мы успеем сделать вафли. Успеем их украсть, успеем их съесть. Не, нужно еще Коля оставить. Шучу. Они будут у нас уже нарезанные. А Коля придет, он скажет. Ну, вы крутые. Сейчас мы их оставим, чтобы они немножко прожарились. Так, вверх твердо мягкий, и мне кажется, это просто идеальная вафля. Коля! Коля, ты где? Наверное, инопланетяну бы брали. Да. Но ничего, нам больше достанется вафель. Нет, мы их будем дальше готовить. Эпично разрежем. Так, ребят, ну что, получилось у вас тесто замесить? Да. А где? А где оно? Не может быть. Не может быть. А как может? Ну что, вы в магазин сбегаете? Нет. В магазине бегали. Я же подавился. Вы правда, правда вы сделали? Да. Нет. Это вы? Да. Потрогай вафельце на горячее. Серьезно? Да. Ну вы крутые. Еее! Ура! Ребят, ну вы мне хоть манго дадите порезать тогда? Да. Да, дадим. И соус дадим. А, ну сначала джем, да, приготовим? Да, давай сделаем джем. Добавляем? Да. Ну все, дай, спасибо. Я режу. Одну треть мы порежем крупными кусочками, а часть мелко-мелко, прям, может быть, вилочкой помнем. Миш, а тебе предлагаю сделать, взять чуть-чуть воды, 30 миллилитров, и добавить туда 15 грамм крахмала. Ну все, я все нарезала. Так, ты молодец. Сейчас чуть-чуть мы разомнем вилочки. Коля, а почему мы одну часть разминаем, а вторую нет? Джем, это подразумевается размятой полностью, такая однородная консистенция. А ягодки приятны, когда будут целые ягодки еще попадаться. Делаем джем! Классно! Классно! Выливаем всю эту клубника внутрь. Добавляем воду и крахмал, и сок. Еще обязательно нужно... Амелия, а ты добавишь сахар? Здесь у нас кокосовый сахар. Его добавляем весь? Кокосовый сахар, он помогает еще загустению джема, например. Любой сахар помогает загустению. Миша, помнишь, мы были у бабушки, и мы варили варенье, и ты говорила, я варю зелье в варенье. Мы варим зелье в варенье. Мы забыли добавить немножко лимонного сока. Давайте сейчас добавим. А что вы тут делаете? Мы делаем варенье. Мы делаем варенье с вареньем. Почему еще в вафлю? Как вкусно пахнет. Вадим, иди понюхай. Мы в клубничной поляне в лесу. Я никогда не был в клубничной поляне. Цвет прям рубиновый. Согласен. Такой красивый. Коколь, попробуйте. А как попробовать? Вот так, да? Да. Это так вкусно. Мэнго! 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 Амеля, а кто такие веганы, ты знаешь? Что? Веганы? Нет. Нет? Ты сама веган. А, да. Веганы – это те люди, которые едят салаты, они едят мясо. Все это связано с молочкой, сыром или мясом, или яйцами. Потому что яйцо – это как бы тоже мясо. Потому что это цыпленок, но он еще не вылупился. Животного происхождения пить, это получается. А если бы вы сами себе готовили, какие вот самые любимые блюда, которые вы сами готовите? Какие вот три? Вот давай Миша скажет, и Амелия потом. Я готовлю себе, если я хочу прям есть сильно, я готовлю себе смузи, это крем-смузи, в него входит просто манго и замороженный банан. Или я делаю себе какие-то там макароны. Во-первых, смузи, макароны. Или на третьем месте – это то, что есть в холодильнике. Отличный ответ. Амелия, а у тебя какие любимые рецепты? Я могу сделать макароны, салат фруктовый, ну, конечно же, если захочем. А третье – сырники. Давайте сделаем так. Вы сейчас закончите с клубникой, и Амелия тоже подойдет с клубничкой, а я пойду разогрею наши вафли. Давай, хорошо. Он придет, чтобы они были горящими и хрустящими. Манго. Очень вкусный манго. Все, давайте теперь есть. Ммм, вкусно. Это вообще с ума сойти. Это балдер. У нас с ума с ума с ума с ума с ума с ума. Пробуйте этот джем, облизывайте пальчики и ставьте ваши лайчики. Я не могу остановиться. И не надо. Амелия, тебе понравилось? Да, сильно. Придешь? А вам? Конечно. Мне тоже понравилось, ну как нет. Я еще приду. Друзья, пробуйте это сладкое, вкусное, хрустящее, горячее наслаждение. И всем пока, до новых встреч. Пока. И еще раз посмотрим, что нам понадобится для наших вафель и нашего клубничного джема. Ура! Ну все, мы сделали. Размяли пальчики. Мне все нравятся вот эти, вот эти. Не помню. Погрели, потренировали щечки. Ну что вы делаете? Наедим. Эй! Женя, иди туда. Снимай нас. Подожди. Амель, смотри, шмель. Коля! Я хочу есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok